Привет, друзья! Не спешите ставить диз из-за названия ролика. Я понимаю, что оно может быть для некоторых как красная тряпка для быка, но назвать ролик по-другому я просто не мог, потому что сегодня речь пойдет именно про иммиграцию. Вы знаете, недавно я наткнулся на любопытную статистику, и она гласит о том, что каждый второй молодой человек от 18 до 24 лет живущий в России мечтает уехать из страны, и все большее количество потенциальных мигрантов смотрит на Украину. Сегодня поговорим об этом. Но интересные разговоры на другие темы с очень известными людьми вы найдете на YouTube-канале советника генерального директора ДТЭК Ирины Милютиной. Про бизнес, политику, науку, культуру, моду, спорту и многие другие темы Ирина беседует с лидерами в каждой из областей. Например, недавно на канале Ирины вышло интервью с Тарасом Степаненко, а я как любитель футбола, конечно же, не мог это пропустить. Канал у Ирины новый, но контент уже годный. Ссылочку на него вы найдете в описании под этим роликом. И еще один момент. Это видео выходит благодаря патронам, которых вы видите на своих экранах. Вы тоже можете стать покровителем канала и получить доступ к эксклюзивным материалам. Все патроны отныне и всегда попадают в каждый ролик. Ссылка на Patreon тоже в описании. Присоединяйтесь. Итак, как я уже сказал, все большее количество людей, желающих покинуть Россию, смотрит в сторону Украины. Я это не с потолка взял. Об этом говорит официальная статистика. Вашему вниманию данные за 2018 год новее нет, но, в общем-то, это все равно довольно свежая информация. Так вот, согласно данным Росстата, в 2018 году из России в Украину эмигрировало почти 123 тысячи человек. Обращаю ваше внимание, что в последние четыре года статистика людей, приехавших в Россию из Украины, постоянно падает. 194 тысячи, 178, 150, 137. Но самое главное, что количество людей, которые уехали в Украину из России, растет с арифметической прогрессией. Так, еще в 2014 году это было всего 32 тысячи человек, а в 2018 уже 122 тысячи. И это при том, что, как мы знаем, есть определенные ограничения, и мужчинам проехать в Украину без приглашения проблематично. А еще напомню, что именно в 2018 году в России прошли выборы президента. Совпадение? Не думаю. В то же время газета Ру со ссылкой на все тоже Росстат сообщает, что украинцы продолжают уезжать из родной страны на заработки и с целью обосноваться окончательно за рубежом. Правда, уезжают они в основном в Польшу. Миграционный прирост в Россию из Украины уменьшился более чем в три раза. При этом интересный момент. Росстат при подсчете уехавших из страны людей учитывает только тех, кто снялся с учета. Но на деле большинство мигрантов продолжают числиться в России, в то время как по факту они живут за границей. Поэтому наиболее точную картину дает все-таки не статистика Росстата, а статистика принимающих стран. И в этой связи показательно расследование издания проект, которое сравнило данные Росстата как раз таки со статистикой этих самых принимающих стран. И выяснилось, что в реальности количество уехавших из России людей по каждой из стран занижено в среднем в шесть раз. Поэтому сколько на самом деле людей переехало из России в Украину за последнее время, остается только догадываться. То есть, перевожу с цифр на язык, а если еще несколько лет назад люди уезжали из Украины в Россию, то сейчас ситуация поменялась. Причем это не только возвращенцы. Я лично знаю несколько человек, которые, живя в России, недовольны режимом и рассматривают возможность переезда, в том числе в Украину. Я думаю, что многие украинцы сейчас, услышав об этой статистике, будут недовольны, потому что многими россияне воспринимаются как посланцы русского мира. Им говорят, что вы претесь, сидите у себя в Москве. Но я предлагаю не мыслить все-таки шаблонами и совсем немного подумать. Много даже не придется. Смотрите, у людей, которые уезжают из России в Украину, на то есть три веских основания. Это либо причины личного характера, либо приглашение на работу, либо неудовлетворенность политическим режимом и экономической ситуации в своей стране. Пройдемся по каждому пункту. Причины личного характера могут быть разные. Это может быть брак, воссоединение семьи, родственники и так далее. Но один тот факт, что человек решается на переезд в Украину по каким-то личным мотивам, на мой взгляд, уже говорит о том, что он, по крайней мере, не подвержен информационной пропаганде у себя на родине. Согласитесь, зашоренный любопут вряд ли поедет в фашистскую Украину. Что касается недовольства нынешней политической и экономической ситуации в стране, то я думаю, что здесь все понятно, на чьей человек стороне. Но главное в этой истории, друзья, это второй пункт приглашения на работу. Как известно, чтобы иностранец получил приглашение на работу здесь же, в Украине, он должен быть действительно классным специалистом. Он должен быть наголову выше местных кадров, и только в этом случае будет сделан выбор в его пользу. А для развития любой страны, и это ни для кого не секрет, крайне важны мозги. Конечно же, я не имею ничего против работяг, я уважаю их непростой труд, но все же главным двигателем прогресса является качество человеческого капитала. То есть люди высокой квалификации, которые могут что-то создать, что-то изобрести, на что-то повлиять и так далее. Многие востребованные айтишники в сторону Украины по понятным причинам не смотрят, но только на айтишниках-то свет клином не сошелся, сами понимаете. Аналитик Ран Хиггса Юлия Флоринская заявляет, что Россию все чаще покидают именно образованные и молодые люди, то есть реально происходит утечка мозгов, в то время как им на смену приезжает дешевая рабочая сила из Узбекистана, Таджикистана и других стран. Это тоже подтверждает статистика. Наиболее часто Россию покидают люди трудоспособного возраста. Больше всего это молодые люди от 20 до 34 лет. Количество мигрантов с высшим образованием тоже растет. Что касается мигрировавших в Россию, то в 2018 году их количество уменьшилось на 4%, а новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан. Украина занимает теперь только третье место. Какой вывод из всего этого можно сделать? Я, конечно, не буду выступать мышебратом. Люди, которые давно смотрят мой канал, прекрасно знают, что я не из таких. Я не буду говорить, как здорово, что россияне валят в Украину. Нет. Но я могу сказать здорово, что люди, которые все-таки по какой-то причине решились на переезд из России в Украину, а если они проехали в Украину, то у них есть еще на это и основание. Это люди либо с головой на плечах, либо люди с украинскими корнями. И в этом плане Украины все-таки есть будущее. А какое будущее есть у России? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Поддержите это видео лайком и репостом. Сегодня это особенно важно, потому что есть большая вероятность того, что понабегут всякие пригожинские боты и будут всячески пытаться утопить этот ролик в дизах. Но вся штука-то в том, что статистика официальная и с ней не поспоришь. На этом все. Всем спасибо и пока.